Утро доброе вести Карачаева, Черкесия с вами. Сегодня 5 июля. Жара по народным поверьям в этот день предвещает морозную зиму. А вот какой будет погода сегодня узнаем из прогноза синоптиков чуть позже. А пока время новостей. В Центре молодежного и инновационного творчества Черкеска состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса «Экспортер года-2023». Еще в этот день обсудили в ходе круглого стола внешнеторговую деятельность республики в новой экономической реальности. Смотрите в следующем репортаже подробности. Фатима Абзеева, успешный предприниматель, активно участвует в развитии сферы легкой промышленности. Вместе с участниками круглого стола внешнеторговая деятельность Карачаева-Черкесии в новой экономической реальности обсудили новые возможности для бизнеса через международное сотрудничество и участие в международных выставках. Несомненно, такие встречи значимы для обмена опытом и идеями с коллегами, особенно в новых реалиях, говорит Фатима. В этом деле им помогает Центр мой бизнес Карачаева-Черкесии. Поддержка Центра мой бизнес в лице Дианы Казимовны очень-очень для нас важна, потому что она нас поддерживает не просто как бизнесменов, она умеет найти общий язык с нами, со всеми, и как с людьми, и общаться, и живое общение, постоянные какие-то форумы, встречи с людьми, которые добились уже каких-то высот, дают нам возможность развиваться, знать, куда расти и куда идти. На встрече подробно рассказали об инструментах расчетно-кассового обслуживания внешнеэкономической деятельности в банке, о региональных мерах поддержки для экспортно-ориентированных предприятий республики. Я предлагаю предприятиям Северного Кавказа быть более активными, следить за имеющимися мерами поддержки. У нас в РЭЦах очень много, и пользоваться ими. Первое – это консультационные услуги, они бесплатные. У нас есть представители за рубежом, у нас есть в Москве люди компетентные в экспорте, и они могут оказать консалтинг, то есть помочь советам. Есть отдельный блок – это субсидии, это то, что государство дает экспортерам, субсидии на транспортировку, на выставки. И третий блок, он такой мощный, это финансовый блок, это кредиты, льготные кредиты, но опять же, это при поддержке государства. После обсуждения внешнеторговой деятельности объявили результаты республиканского конкурса «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего бизнеса. Основной целью проведения мероприятия стало стимулирование развития экспортного потенциала предпринимателей региона. Традиционно мы проводим этот конкурс внутри региона, среди экспортеров, которые успешно ведут свою деятельность за рубежом, то есть экспортируют свою деятельность. У нас сегодня две номинации, шесть победителей, две номинации – это «Прорыв года» и «Экспортер в сфере лёгкой промышленности». Альбина Ламкова, Михаак Арыкелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия присоединится к всероссийскому молебну о победе. Завтра, 6 июля, в Черкесск привезут Казанскую икону Божией Матери. В Никольском соборе с 20 часов 30 минут будут организованы молебные пения о победе, а также крестный ход с чудодворным образом. В собор верующие смогут прийти в воскресенье и в понедельник. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хороших выходных. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами коротковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильная дождь. Ветер в южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. В горах местами плюс 9, плюс 14. Днем плюс 31, плюс 36. В горах местами плюс 22, плюс 27 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер в южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 34, плюс 36 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова